Приветствую всех адекватных и просто хороших людей. И как обычно, мы продолжаем воевать на информационном фронте, представляя исключительно проверенную информацию из достоверных источников. Я очень люблю читать посты грамотных и трезво мыслящих людей, которые четко анализируют ситуацию и не боятся говорить, писать правду, какой бы горькой эта информация ни была. Так вот, совсем недавно я наткнулся на пост Магомета Тариева, в котором он хорошо разобрал ситуацию, сложившуюся вокруг министра обороны Великобритании Уоллеса, который решил сказать о неблагодарности Украины в открытую. Да, сегодня в этом видео мы будем говорить о том, о чем не принято говорить или просто не говорят. Еще раз хочу поблагодарить своих подписчиков, которые подписаны на мои два YouTube-канала Андрей Федоров «Голоса души» и Федоров «Лайв без цензуры», а также на мой телеграм-канал Федоров «Риал Ньюз». Спасибо огромное. Ваши комментарии, ваши лайки заставляют алгоритмы YouTube продвигать мои видео, и тем самым мои видео, моя информация, о чем я говорю, видят наибольшее количество людей, которые неравнодушны к тому, что происходит в Украине. В Украине полномасштабная война с Россией. Спасибо вам за поддержку, друзья. Мы возвращаемся к министру обороны Великобритании Волосу, который, подчеркиваю, решил сказать о неблагодарности Украины в открытую. Соответственно, тут начались наезды на министра Великобритании. Как он так мог сказать, как он имел право? Украина воюет с Россией, нам всем непросто. Гибнут люди, огромнейшее количество людей. Но, вы знаете, он мог и сказал. Как считает Магомед Тареев, хорошо, что сказал. Да, согласен. Неприятно слышать правду, но это правда. А теперь давайте действительно посмотрим, сколько флагов Великобритании вы видели на улицах Украины, когда англичане снова и снова дают нам оружие, новый вид оружия. Сколько флагов мы видим на улицах Украины. Сколько билбордов было со словами благодарности Туманному Альбиону на улицах и трассах Украины. Сколько было граффити с такими же словами или картинками, выражающими благодарность нашим союзникам, именно Англии. И при этом, что в Украине очень много талантливых художников, дизайнеров, которые так бы удивили мир, что действительно в Киев или Харьков или в Одессу приехал бы сам король Англии, чем черт не шутит, чтобы сфотографироваться рядом с творчеством украинского Бэнкси. Также вы не увидите флагов Чехии, Соединенных Штатов Америки, Польши, Португалии и других, кто помогает Украине. А билбордов, граффити и тому подобное мы практически не видим. Хотя честно вам хочу сказать, один флаг Соединенных Штатов Америки я все-таки увидел в столице, но это было, я даже не помню, но их практически нет, к сожалению. Украинцы действительно должны понять одну простую вещь. Выборы проходят во всех странах мира, которые помогают Украине. Соответственно, абсолютно все проукраинские политики нуждаются в обратной связи. Это даст им шанс, как настоящим героям, помогающим Украине выиграть снова и снова выборы и еще больше помогать нашей стране в войне против россиян. Один из козырей будет именно эта благодарность со стороны Украины на улицах, в интернете, а не в закрытых кабинетах от официальных лиц. В Украине семь мировые средства массовой информации и такие формы благодарности разлетятся по всем мировым СМИ в секунду. Пританец, сидящий на море, обязательно сует немцу или французу эту фотографию, мол, видишь, где мы? Мы герои, мы помогаем лучшей армии в мире. Лучшей армии, украинской армии в мире. Приехав домой, он пойдет голосовать только за того, кто за Украину, кто помогает Украине в этой полномасштабной войне против российской мразоты. Не хотите этого делать, тогда нужно добиваться снабжения оружием от Северной Кореи или Кубы. Там нет выборов, и красным плевать на рекламу, и благодарность, не знаю, но и хаймарсов там тоже нет, друзья. Конечно же, в большей степени я согласен с Магометом Тариевым, и об этом надо говорить, и надо писать, потому что надо быть благодарным тем людям, которые нам помогают, а не вести себя по-хамски. И вот здесь внимательно разложу по полочкам и объясню все прям вот досконально. Когда Зеленский, наш президент, цитирую, быковал, а по-другому я это назвать не могу, на саммите НАТО, и когда Байден и Олес ставили его на место, он наверняка не понимал одного, что если западные политики и спецслужбы пока молчат о злоупотреблениях его людей, то это не потому, что наш президент Зеленский такой фартовый, и ему можно абсолютно все, и все скроют, потому что все ему виноваты, потому что он самый выдающийся лидер современности. Нет. Вы поймите, западные элиты не хотят, чтобы информация о степени коррумпированности и пропитанности враждебной агентуры окружения украинского руководителя пока выходила наружу. Это никого не нужно. Это глупо. Это огромная ошибка. Потому что это сможет спровоцировать нежелание западного налогоплательщика поддерживать Украину, поддерживать нас, украинцев, в этой войне. А Украина, она должна выиграть. Не только потому, что она так крута, не потому, что мы только крутые, настолько крутые, а потому что поставить на место русню жизненно необходимо для западного мира. Тем более, ну, так получается руками украинцев. Но при этом эта информация накапливается. И иногда она начинает накапливаться в средствах массовой информации. Вот как, например, написал еще один трезвомыслящий человек, журналист и политический обозреватель Богдан Буткевич. Вы только что это услышали. Ну и простите за такую риторику. Класть прибором на требование избавиться от российской агентуры и коррупционеров в своем окружении, это тоже никуда не годится, друзья. Украине, вы знаете, очень жаль, уже привыкли, что хамство сведено в абсолют государственные политики. Некоторые политики копируют, берут и копируют эту манеру поведения главы государства, разбрасывая хамскими выпадами вокруг, оскорбляя всех и вся. Ну а, соответственно, западное общество действительно спрашивает у своих правительств, как тратятся средства, направленные на военную помощь в Украине. Эти транши, с начала войны в Украину уже было выделено более 23 миллиардов долларов. Куда тратятся эти деньги? Как контролируются эти финансовые потоки, мы ничего не знаем. Мы абсолютно ничего не знаем. А коррупция и воровство с каждым днем всплывает все больше и больше. И правительство стран НАТО зависит от общественного мнения своих избирателей. Они продолжат нашу поддержку или нет? И как это будет восприниматься гражданами своих стран на Западе? Да, страны Европейского Содружества и НАТО имеют огромную эмпатию к украинцам, как к жертвам войны, к нам. Это понятно и это правда. Но вы поймите, в этих странах есть те силы, которые против поддержки, которые говорят о росте цен, которые граждане не должны платить за чужие войны. Зачем своим хамством и агрессивным выпадами власть дает им такие козыри? Такие вопросы задаются там на Западе. Люди там имеют право на свое мнение. Я думаю, что нашему президенту следовало бы быть более сдержанным в своих изречениях. Ну, вы поймите, шантаж, он не всегда работает. Если жесткая эмоциональная риторика была оправдана и уместна в начале вторжения, то сейчас партнер не готовы смириться, простите, с откровенным хамством. И если мы думаем о долгосрочной поддержке и сотрудничестве, а не популизме для марафона, где до сих пор заходит сотрясение воздуха, ну, стоит становиться, друзья, дипломатами. Больше дипломатами. Ну, как можно сказать Запад? Что же не понимает по-хорошему, ну, будет по-плохому. И Запад в этом мастер. Запад в этом спец. Запад умеет действовать в этом ключе. И снова и снова, цитируя Богдана Буткевича, который говорит, что действительно он не понимает, на что наш президент рассчитывает, имея столько зашквара за собой и находясь в полной зависимости от Запада. Неужели нашептывание Ермака обладает силой полного отключения ума как такового? Еще раз, еще раз подчеркиваю, это так считает Богдан Буткевич. И в какой-то степени, конечно же, я с ним согласен. Хамство и вседозволенность ни к чему хорошему никогда не приводило. Еще раз напоминаю вам, что это видео о вещах, о которых я говорю, ну, не принято говорить или вообще не говорят. И вот то, что слава Украине, слава украинскому народу, слава нации, слава сбройным силам Украины, мы обовязково переможем и мы побудуем новую счастливую Украину не забаром. Тоже, доброго вечера. Мы из Украины.